Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net номер 537. Вычислите. Пример Ам. 32,75 разделить на минус 48,25. Определяем знак. В результате получаем минус. А теперь работаем с модулями. Итак, 32,75 будем умножать деление, заменяем умножением, на дробь обратную делителю на 25,48. Равно. Минус передробью. И смотрим, что можно сократить. 32 и 48 можно сократить на 16. В числителе остаётся 2, знаменателе 3. 25 и 75 на 25. В числителе 1, знаменателе 3. Получаем дробь минус 2,9. Б. Минус 38,75 разделить на минус 19 сотых. Определяем сначала знак. Получаем положительное число. Минус делим на минус. Отрицательное число на отрицательное. Получаем положительное. А теперь по правилу деления дробей. 38,75 надо умножить на 119. Можно сократить. 38 и 19 на 19. Числитель остаётся 2, знаменателе 1. 100 и 75 на 25. Числители 4, знаменателе 3. Получаем дробь 8,3. Можно выделить целую часть. И мы получим 2,2. В. Минус 32,77 разделить на минус 64,55. Определяем знак сначала. Делим два числа одинакового знака. Два отрицательных числа. Получаем положительное число. И работаем с модулями. 32,77 будем умножать на 55,64. Можно сократить. 32 и 64 на 32. Числитель 1, знаменателе 2. 55 и 77 на 11. В числителе остаётся 5, знаменателе 7. Получаем дробь. 5,14. Несократимая правильная дробь. ГМ. Минус 125,196 разделить на 50,52. Отрицательное число делим на положительное число. Получаем отрицательное число. 125,196 будем умножать на число, обратное делителю. То есть умножать будем на 52,50. Отрицательное число получаем, не забываем минус. И смотрим, что можно сократить. Можно сократить 125 и 50 на 125. В числителе останется 5. В знаменателе 2. 52 и 196 на 4. В числителе останется 13. В знаменателе 19. Получаем 65. Не 19, а 49. 196 разделить на 4 будет 49. И получаем 65,98. Дем. 228,245 разделить на минус 57,125. Получаем отрицательное число. И по правилу деления дробей 228,245 надо умножить на 125,57. Равно отрицательное число. И смотрим, что здесь можно сократить. 228 и 57. Можно сократить на 57. В числителе будет 1. В числителе будет 4. А в знаменателе 1. 125 и 245 оканчивается на 5. Значит, можно сократить на 5. В числителе будет 25. 125 разделить на 5 будет 25. И в знаменателе 245 разделить на 5 будет 49. А вот теперь получили уже несократимую дробь. Минус числитель 100. В знаменателе 49. Неправильная дробь. Выделяем целую часть. Получаем минус 2,249. Последний пример. Ем. Минус 132,00 разделить на минус 143,00. Получаем положительное число, потому что делим числа одинакового знака. И теперь 132,00 надо умножить на тысячу 143,00. Можно сократить сразу тысяча и тысяча на тысячу. И в числителе, и в знаменателе получаем по единицам. 132 и 143 можно сократить на 11. В числителе получаем 12, в знаменателе 13. Получаем дробь 12,13. Несократимая правильная дробь. Мы с вами сделали все примеры в номере 537. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.